Вниманием не должны быть обделены подростки, ведь зачастую в поисках увлечения они могут приступить к черту и оказаться вовлеченными в криминальные структуры. Речь идет о движении АУЕ, которое в последние годы стремительно набирало обороты, а теперь оказалось запрещено. О том, что это за культура и какую она несет опасность, расскажем далее. АУЕ – Арестантский уклад ЕДИН. Это аббревиатура на слуху жителей страны уже не первый год. Впервые о данном движении в России стало известно в 2011-м. Тогда в Забайкальском крае задержали 20 человек, которые напали на небольшую фирму. Налетчики в возрасте от 15 до 22 лет увлекались идеями уголовного мира. Позже стало известно, что в школе, в которой учились несовершеннолетние, существовала целая иерархия. В ней с учеников младших классов старшие собирали дань, которую затем отправляли в колонию. Это все носит только исключительно меркантильный характер сбора денег и ничего не делания за счет подростков, в которых направляют, как боевую торпеду, как камикадзе, без ответственности сходи и принеси нам денег, для того, чтобы покурить, попить и повеселиться. Забайкальская группировка оказалась не единственной, которая придерживалась идеологии криминального мира. По данным Генпрокуратуры, сейчас у ныне запрещенного на территории России движения АУЕ больше 34 тысяч активных приверженцев в 40 регионах страны. Почти половина из них подростки в возрасте от 13 до 17 лет. Только в социальных сетях насчитывается десятки тысяч групп, поддерживающих уголовную идеологию. Причинами такого повального интереса к движению специалисты называют отсутствие правильных жизненных ориентиров и нехватку внимания со стороны родителей. Поэтому, если мы говорим о мальчиках, которые вступают в такие криминальные какие-то вот эти вот структуры, то это нехватка авторитета, конечно. Авторитета мужчины какого-то и так далее. То есть очень мало спортивных все-таки каких-то ориентиров, которые дети могут опираться на это. Поэтому такие элементы, они начинают воздействовать именно на детскую психику для того, чтобы привлечь ее и создать какую-то новую когорту, возможно, какой-то новый контингент. Мне 17, тюрьму попал в 16. Мне 17, тюрьму попал в 14 лет. Мне 18, тюрьму попал в 14 лет. Бороться с молодежным криминальным движением начали с момента его появления. Так, например, воспитанники ангарской колонии для несовершеннолетних уже на протяжении нескольких лет при помощи видеосвязи рассказывают своим сверстникам о том, как и за что попали за решетку. И на личном опыте предупреждают, что жизнь в тюрьме далеко не так романтично, как ее описывают идеологи АУЕ. Но, судя по всему, этого недостаточно. Поэтому с 17 августа данное движение было признано экстремистским на территории России по решению Верховного суда. Теперь к уголовной ответственности будут привлекаться люди, в действиях которых может быть усмотрено продвижение АУЕ-идеологии. Почему, собственно говоря, была необходимость данного постановления? Потому что любые дети, они имеют свойство расти. И сейчас мы получим достаточно большую группу потенциальных несовершеннолетних преступников, которые по прошествии нескольких лет уже будут, так скажем, дееспособными взрослыми гражданами. И как они свою жизнь будут устраивать, мы уже не знаем. Поэтому, конечно, необходимость данного постановления давно уже была. Вот вопрос в том, что, возможно, недостаточно детализировано вообще понятие понимания привлечения к ответственности, к административной или же к уголовной. Одним из факторов популяризации криминального уклада среди молодежи некоторые специалисты считают блатную культуру, весомая часть которой – песни. Однако после признания движения АУЕ-экстремистским профессионалы поспешили внести конкретику и заявили, что сплошной борьбы с музыкой жанра шансон вестись не будет. Решения о возможном запрете будут приниматься по каждому конкретному произведению. Вокруг радио шансон всегда ходили стереотипы, но если вы хотя бы раз послушаете нашу станцию, то поймете, что шансон – это хорошая песня. Мы ставим душевный музыкальный материал и именно этим принципом руководствуемся в своей работе. Стоит отметить, что любой музыкальный материал, который звучит в эфире радио шансон, проходит серьезный ценз. Но главную цензуру подобной идеологии должна проходить в семье. Именно там формируется взгляд ребенка на окружающий мир. Ну а, как скажется, признание движения АУЕ-экстремистским в России на количестве сторонников криминального уклада покажет лишь время. Иван Занько, Владимир Пинаев. Новости по будням.